Десять знаменитых любовниц. Звезды, которые уводили мужей из семьи. Личная жизнь звезд не менее интересна, чем их творчество. Поэтому мы постоянно следим за тем, что публикуют средства массовой информации. Больше всего бывает интересно почитать про звездные скандалы, измены и разводы. Не все известные личности могут похвастаться крепкими браками. А если появляется соблазнительная красавица, мужчине трудно сохранить верность семье. Многие такие браки, построенные на разрушении предыдущих отношений, также закончились разводами. Десятое место. Татьяна Навка. Татьяна и Александр Жулин полюбили друг друга, когда встретились однажды на соревнованиях по фигурному катанию. На тот момент Саша был женат на своей партнерше Майе Усовой. Но юная Татьяна была настолько привлекательной, что парень совершенно потерял голову. Между ними возникло такое сильное притяжение, что он сразу решил суети от жены. Жулин рассказывал про этот период их жизни. В Тане была гремучая смесь скромности и сексуальности в одном флаконе. Татьяна и Александр были прекрасной парой и на льду, и в семейной жизни. В качестве тренера он сделал из нее олимпийскую чемпионку, а она родила ему красивую дочь. Но однажды они расстались. Не будем сплетничать по этому поводу. Одни говорят, что были измены с ее стороны, другие рассказывают про измены Александра. Но на деле было по-другому. Оба как-то устали от совместной жизни и решили разойтись. Жулин снова женился, жена родила ему детей. А Татьяна тоже не стала скучать в одиночестве. Она нашла свое счастье с Дмитрием Песковым. Девятое место. Дана Борисова. Дана Борисова призналась, что увела своего мужа из семьи. В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко. Они сыграли красивую свадьбу в стиле французского Прованса. А познакомилась пара случайно. Однажды у Даны сломалась машина, а Андрей подвез ее. После трех недель дружеского общения между ними возникли романтические чувства. В интервью Борисова рассказывала. «С момента нашего знакомства меня интересовал один вопрос. Почему они с женой 8 лет, а у них до сих пор нет детей?» И я спросила. Андрей честно ответил, что они пока просто не готовы. «Мне это показалось странным. Оба молоды, красивы, обеспечены, а детей не хотят». Через восемь месяцев супружеской жизни пара рассталась. У Даны есть дочка от ее первого гражданского мужа, Полина, 2007 года рождения. Восьмое место. Маша Распутина. Алла Агеева взяла сценический псевдоним Маши Распутина, потому что Маша – это традиционное русское имя. А Распутина звучит очень эротично. И кроме этого намекает на основоположника русского мистицизма. На сцене Алла всегда была яркой и эпатажной. Со своим первым мужем она рассталась из-за его измены, а потом познакомилась с бизнесменом Виктором Захаровым. В 1999 году они обвенчались, но говорят, что мужчина до сих пор не развелся с первой женой. Официальная жена Захарова сказала в эфире телеканала «Россия-1». Это купленный брак. Дали пачку денег отцу Сергию, поэтому их обвенчали. Священник был прикупленный, друг семьи. Прикормленный. Священник у них как член семьи. Он был на всех пьянках и в ресторанах. Седьмое место. Лиза Боярская. Несмотря на то, что Елизавета в свое время увела Максима Матвеева из семьи, их брак стал крепким, и его связали двое прекрасных сыновей. Сейчас это самая красивая пара нашего кинематографа. Лиза рассказывала, что почувствовала влечение к будущему мужу с первой встречи. Когда я первый раз увидела его, я настолько растерялась, что потеряла дар речи от его красоты. Влюбилась, упала в бездну. Я внутренне его выбрала, но первая не стала делать никаких шагов. Снова Максим с Елизаветой встретились через три года на съемочной площадке. В то время Матвеев был женат, но позже он рассказывал, что в браке были проблемы. В 2008 году Максим развелся с Яной Сексте, и они начали вместе с Лизой выходить в свет. А в 2010 году Матвеев и Боярская тайно расписались. Ходило много слухов об их разводе, но причина в том, что паре приходится жить на два города из-за работы в разных театрах. Шестое место. Альбина Джанабаева. Когда Альбина пришла работать в группу «Виагра», то одним из главных условий был запрет на личные отношения. Но чувствам не запретишь, и однажды всем стало известно, что девушка беременна. Но Альбина не признавалась в отцовстве. Сказала только, что отец ребенка – один музыкант. Когда случился ее роман с Валерием Меладзе, мужчина был женат и воспитывал трех дочерей. Они держали свой роман втайне, но в 2009 году все-таки оба признали, что он – отец ребенка. Жена Меладзе была потрясена, когда узнала об этом. Но парочка не остановилась. Они продолжили свои отношения, и Альбина забеременела вторым сыном от Валерия. Тогда он решился на официальный развод. Сейчас у пары уже трое детей, но стали ходить слухи о приближающемся разводе. Дело в том, что Валерий постоянно в разъездах по загранице, а Альбина сидит с детьми в Москве и пишет в соцсетях. Казалось бы, на первый взгляд банальная мысль. Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, отпусти старое. Актуально. Бывает страшно и непонятно, что же дальше, но никто лучше вас не знает. Что именно пора отпустить? Изжившие себя отношения – прежние установки и летслужившие вещи. Вперед к новому. 5 место. Юлия Снегирь. Вы смогли бы увезти из семьи мужчину, у которого семеро детей? А Юля смогла. Представьте себе, что ваш любимый выплачивает алименты на семерых, а потом еще и на праздники к себе берет всю эту шумную компанию. Юлию Снегирь не смутил факт, что дети остаются без отца, без его воспитания и явной поддержки. Евгений Цыганов ушел из семьи, когда его жена была беременна седьмым ребенком. Странная ситуация, не правда ли? До романа с Цыгановым у актрисы была богатая личная жизнь. С первым мужем она прожила восемь лет и рассталась с ним в 2008 году. Потом Юля встречалась с кинооператором Максимом Осадчим, но замуж он ее не звал. Целый год у девушки был роман с Данилой Козловским, но они тоже расстались. А в 2016 году Юлия родила сына от Цыганова и только через три года официально вышла за него замуж. 4 место. Дарья Жукова. Даша Жукова не артистка, но стала знаменитостью за счет своих любовных похождений. Известность ей принес роман с Романом Абрамовичем. Сама девушка из обеспеченной семьи, ее отец основал компанию «Синтез Хойл». Естественно, что она всегда вращалась в кругах известных и обеспеченных людей. В одно время у нее был роман с тенисистом Маратом Сафиным. А потом она познакомилась с Абрамовичем, когда они встретились на вечеринке после футбольного матча между Барселоной и Челси. Роман влюбился в юную Дашу, которая была его на 15 лет моложе. На тот момент бизнесмен был женат. Но ради красивой девушки он развелся с женой и женился на Жуковой в 2008 году. Даша родила Роману двух детей. Они прожили несколько лет и решили расстаться. В чем была причина, никто не говорил. Но обоих почти сразу после развода появились новые половинки. Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Они сыграли пышную свадьбу, которая стоила 7 миллионов долларов. В 2021 году у пары родился сын. Третье место. Анжелина Джоли. Энджи, которая считалась самой красивой актрисой Голливуда, познакомилась с Брэдом Питтом, когда оба снимались «Мистери» и «Миссис Смит». Как это часто бывает, актерские страсти быстро переросли в реальный роман. Но на тот момент Брэд был женат на голливудской звезде Дженнифер Энистон. Анжелина и Брэд встречались в течение 7 лет, пока не решили оформить свои отношения в 2012 году. Но через 4 года Энджи подала заявление на развод, и в 2019 году пару развели. Неясно, что стало причиной расставания. Может быть, Брэд просто устал от этой разномастной семейки. Кроме рождения сына и двух дочерей, Анжелина еще и усыновила нескольких детей, всех известных на планете национальности. 2 место. Элизабет Тейлор. У голливудской дивы было 8 мужей. Четвертым по счету стал Эдди Фишер. Молодой американский певец, который был счастлива женат на известной актрисе Дебби Рейнольдс. Известно, что Элизабет дружила с Дебби. Но это не помешало Тейлор увезти мужа у подруги. Третий муж Элизабет, Майкл Тодд, погиб в авиакатастрофе. А Эдди Фишер был близким другом Майкла. Он поддерживал Тейлор, когда она пристрастилась к алкоголю после трагической смерти мужа. Но в результате примерный семьянин с двумя детьми не смог устоять перед очарованием Дивы и все бросил. Их брак продержался 5 лет, ровно до того момента, пока в жизни Элизабет не появился новый мужчина. Как говорится, поматросила и бросила. 1 место. Эмбер Хёрд. Эмбер Хёрд увела из семьи Джонни Деппа. Весь мир следил за отношениями красивой звездной пары Джонни Деппа и Ванессы Паради. У них был гостевой брак. Она жила в своей Франции, где пела и снималась в кино, а он жил в Америке. У них родилась дочь, потом сын. Отношения пара не оформляла. Но всем казалось, что это навсегда. Ведь они так подходили друг другу. Романтичная Ванесса и брутальный Джонни, которого мы помним в образе Джека Воробья. За ними постоянно следили папарацци, а журналисты спрашивали, почему они не зарегистрируют брак официально. Джонни отвечал шуткой. «Не хочу, чтобы Ванесса меняла свою прекрасную фамилию. Она и правда очень красивая, ведь в переводе с французского Паради означает рай». Позже Джонни ответил серьезно. «Мы давно считаем себя женатой парой. Люди вступают в брак, чтобы получить обычную бумажку. Я никогда не понимал, зачем она нужна». Но идиллию разрушила разлучница, актриса Эмбер Хёрд, с которой Депп познакомился на съемках ромового дневника. Они три года прожили вместе, потом официально поженились, а еще через полтора года развелись со скандалом. Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии, и ему это чуть не стоило карьеры. Но ему удалось оправдаться, а бывшая жена уехала в Мадрид. Кстати, с Ванессой Джонни сохранил хорошее отношение.